Game Over Этим экраном игры сообщали вам, что дальше вы продвинуться не смогли, что игра для вас завершилась. В зависимости от типа игры, вам приходилось начинать сохранение или вообще сначала. Так игра говорила нам, ты налажал, но в наши дни такое редко увидишь. В трипола играх появилась тенденция к тому, чтобы давать игрокам совершать любые вообразимые ошибки и продолжать играть, как ни в чем не бывало. С вами Никитон и это перевод видео от GameRanks, в котором они задаются вопросом, почему игры больше не дают нам совершать ошибки. А пока я не начал разглагольствовать, я бы хотел задать вам пару вопросов. Нравится ли вам Диабло и вампирская тематика? Если ответы на эти два вопроса положительны, то я очень рад представить вам крутую олдскульную игрушку Divoid of Shadows, в которой вы сможете вновь почувствовать те самые ощущения RPG нулевых. Здесь все как вы любите, упрощенная боевая система, прямо как в Диабло, продвинутый крафтинг, квесты и еще много-много другого. Если вам понравилось, то я оставляю вам ссылочку в описании, но остальное вы уже сами знаете. Чтобы вы понимали, о чем именно мы говорим, я хочу кое-что сразу сказать. В наши дни видеоигры более успешны, чем когда бы то ни было. И мы не говорим о специальных функциях для людей с ограниченными возможностями. Вместо этого давайте говорить о ААА играх, заверяющих вас в том, что вы хороший игрок. ААА игры в игровой индустрии занимают примерно то же место, что фильмы Майкла Бея в киноиндустрии. Качество может отличаться, но по сути ААА игра это эквивалент блокбастера. Есть хорошие блокбастеры и плохие, но главное их назначение развлекать людей. ААА игра совсем не обязательно оказывается хардкорной, но как мы к этому пришли? Ну, чтобы понять это, нужно поговорить о консюмеризме и о такой идее, как покупатель всегда прав. Так это или нет на самом деле, старается ли компания на самом деле сделать то что-то, что пойдет покупателю на пользу, сейчас уже не так важно, как постараться сделать игру, которая польстит игрокам. Лезть по определению это излишняя и неискренняя похвала, особенно такая, которую высказывают для достижения своих целей. Самое важное слово здесь неискреннее, так какое-то отношение имеет к сложности игр. Ну, сама сложность игры не имеет к этому никакого отношения, а имеет его то, как игра наказывает вас за то, что вы не справились с какими-то сложными в контексте игры ситуациями. В нашем мире самоотверждения потребителей такие названия совершенно ничтожны. В большинстве последних ААА игр, даже поразительно хороших, с интересными сюжетами, интерактивными составляющими и основными механиками, последствий у провала минимум, а значит и получить удовольствие от того, что вы превозмогли какое-то испытание, трудно, потому что со временем можно зазубрить и пройти любой отрезок игры. Естественно, в играх повествовательного характера у игрока не должна быть одна жизнь, чтобы их можно было считать хорошими. И ведь если важнее всего в игре сюжет, то роль игровых механик до какой-то степени снижается, хоть и не всегда. Но вот для игры, которая построена вокруг своих механик, важно не вести пользователя за ручку от начала и до конца, чтобы считаться хорошей. Я не просто плачусь тут, что мол, ой, все игры держат тебя за ручку. Над всем сейчас появляются спрайты соответствующих кнопок, стрелки постоянно точно указывают нам, куда нам идти. Конечно, есть люди, которые хотели бы иметь в играх такую опцию. И вот как раз над этим стоит призадуматься. Почему в распоряжении игроков больше нет опций? Хардкорные геймеры хотят погрузиться в игру, а погружение, естественным образом, включает в себя последствия действий в игровом мире. Я не буду стыдить тех, кто непозволительно часто сохраняется. У кого-то почти все время отнимают работу, у кого-то дети, так что это их дело. Но просто есть такие игры, в которых я бы не прочь и умереть, понимаете? Скажу сразу, я просто обожаю Final Fantasy XV. Это лучшая часть серии за долгое время. За очень долгое время. Но в этой игре нельзя было совершить ошибку, не было никаких несчастных случаев. Не было такого босса, которого я бы перепроходил. Не было такой пещеры, в которой я бы застрял. Мне не приходилось продавать предметы, потому что я что-то натупил в инвентаре. Надо учесть, что до этого я в каждой игре серии, в которой я поиграл, обязательно делал что-нибудь тупое со своим инвентарем. Для меня это часть игры, и даже часть знакомства с системами игры. Я понимаю, что создание разных режимов сложности требует определенного объема работы. Но разве не было бы достаточно легко просто сказать? Так, в этом режиме у смерти есть последствия. И добавить несколько строк кода. Я не говорю, что игры должны наказывать вас так, как вас наказывало ничто. Про Dark Souls обычно говорят, что она наказывает игроков. Но мне кажется, что она это делает по-честному. Она не поднимает уровень сложности каким-то искусственным способом. Просто у ошибок и неправильного поведения в этой игре есть последствия. Как я уже говорил, я считаю, что решение проблемы дает игрокам возможно самим выбирать, хотят ли они испытывать последствия своих ошибок. И естественно, в играх должны оставаться специальные возможности для тех, кто не может играть в игру так, как в нее играют другие. Но все равно хотел бы ей насладиться. Если честно, такие изменения не требуют особо серьезных правок в игре. Не нужно рыскать по всему ее коду. Просто дайте врагам в новом режиме может 120% здоровья, ведите более серьезные последствия на случай смерти игрока и... все. Игры это особый вид искусства, они способны меняться для каждого игрока. И не каждый игрок хочет тур по игре с гидом. Некоторые любят сходить с проторенного пути, а некоторые не любят. И это не страшно. Вообще, ничего страшного в том способе, каким триполы игры сейчас заставляют нас играть, нет. Но проблема как раз в том, что они нас заставляют. И каждый режим сложности, по сути, становится легким. С инди-играми все не так однозначно, за что им большое спасибо. А еще спасибо играм по типу Hellblade и Senua's Sacrifice и Near Automata за то, что в них есть опции, о которых я сегодня говорил. В них весело играть, независимо от того, в каком вы режиме. Но вы можете сами выбрать режим, и это значительно повлияет на игровой процесс. Одна из этих игр, кстати, не инди, так что, как видите, и в триполы играх все может быть правильно сделано. Только разработчики обычно пытаются сделать шоу, которое легко продать, а не игры, которые мы бы хотели видеть. Но однажды все изменится, верно? Это же не систематическая проблема. А хотя нет. Продолжение следует...